Всем добрый день! Сегодня у нас в гостях художественный руководитель, режиссер театра ТАН Андрей Владимирович Нартов. Добрый день! Здравствуйте, Алена! Мне очень приятно. Мы в рамках проекта «Поколения НЕКСТ» собираем таких замечательных людей, как предпринимателей нашего города. Хотим помочь ребятам в выборе в дальнейшем будущей профессии. Хочу спросить о вас. Как у вас все начиналось? Как вы выделялись, кем вы будете, как зарождалась идея открытия своего собственного театра? Можете немножко рассказать? В трех словах? Да в трех словах не расскажешь, но в принципе к этому я долго шел. Была мечта лет 10 назад, как не больше, может лет 20 назад, у моего любимого режиссера, у Юлии Гриншпуна, у него был свой театр в Одессе. Я все время мечтал, думаешь, может быть, я когда-нибудь создам, но все как-то не получалось. Я скажу, что всему свое время. Тут неожиданно я поехал на Сахалин сделать открытие театрального фестиваля, и мне вдруг заблит Чеховского театра, и говорит, Андрей, почему он свой театр не создает? Я говорю, да я как-то, одно дело работать в театре, когда вокруг тебя там помрежет, там все, все это крутится, когда ты там главный балетмистер. А чтобы свой театр создать, это нужно просто какое-то сумасшествие иметь, потому что я 7-10 в одном. Я и уборщица, я и декоратор, я звукорежиссер, я осветитель, я бутафор, я вставлю пьесы, еще и сам в них играю. То есть это очень сложно, но с одной стороны, я вот недавно понял, что когда у тебя есть любимое дело, ее нельзя назвать работой. То есть ты каждый день, когда до ночи занимаешься любимым делом. Это не работа, это творчество. Тогда внутренняя сила создать что-то новое, она приходит, она не понимает. Она сама приходит, она сама приходит, все пришло неожиданно, и вот весной, на будущий год будет уже ровно 4 года, как у меня театр. Какие переживания были, какие ошибки совершались, когда? Ошибки совершались буквально, как я бы сказал, экономические, потому что нечего мне суваться в экономику, в подсчет денег, аренды и всего этого. Конечно, мы когда открыли на Светландской 5 с арендой, то театра-то еще не было, спектаклей не было, не было своего зрителя. Потому что свой зритель, он набирается очень кропотно. Надо за каждого зрителя бороться, за каждого человека, который приходит к тебе в театр. Надо его хватать, держать его. И вот так вот постепенно-постепенно создается своя база зрителей. Потому что театр маленький, он театр проводит, как бы, квартирник на 50 человек. То есть надо за каждого зрителя бороться. Можете, пожалуйста, пожелать нашим студентам, школьникам, которые будут нас смотреть и посоветовать, как им двигаться по движению, что нужно делать, какие барьеры преодолевать? Может быть, возможно, у вас есть какое-то место в вашем театре, вы можете пригласить их к себе на спектакль? Ну, я всех приглашаю к себе на спектакли и вообще поучаствовать в спектаклях. Потому что у меня театр непрофессиональный. Я исключительно, у меня приходят люди, те, кто заинтересован в театре. Потому что театр – это жизнь. А, как говорил Шекспир, да, мы в нем актеры. Но мы каждый день встаем, одеваем какие-то маски, что-то там из себя выдумываем. Сегодня я такой добрый, к обеду я злой, поокушал я уже, совсем другой уже стал. То есть мы по жизни играем какие-то роли. А театр, он дает еще такую возможность испытать себя, показать зрителю, позаниматься речью. И вообще какой-то такой прыжок дальнейший. А ребятам нужно что? Куда душа везет? Тут надо, я считаю, что надо просто использовать все возможности. Все правильно, все верно, я тоже с вами отлично согласна. Но дело в том, что очень большая проблема в том, что сейчас люди закомпульсованные, закрытые, зажатые. И вот техника речи, альтерское радостное мастерство, которое вы попадаете, как оно поможет нам раскрыться? Не, ну, во-первых, это звук, который мы звук извлекаем. Вот вы посмотрите, в основном все люди разговаривают с закрытым ртом. То есть, ну, речь практически у всех нарушена. То, что я как бы вот учусь, смотрю с народом, мало кто может разговаривать нормально. Потому что речь, она воспринимается на слух. Когда ты с кем-то общаешься, и не открывая рта, и речь с плохой речью поставленной, собеседник сразу думает, о, Господи, я не понимаю, что он говорит. я ничего не понимаю, что ты говоришь, ну-ка повтори, пожалуйста, да, начинает что-то повторять, а когда человек достаточно с хорошей речью, с поставленной, и еще с каким-то таким актерским мастерством, с подачей, то и, мне кажется, и дела будут идти быстрее. Как вам помогало вот это вот по жизни, вот ваше профессиональное, вставить людей, вставить голос у людей, при самому, в принципе, при общении с другими людьми, при наложении каких-то связей, налаживании каких-то связей, приобретении нового знакомства, новых людей? Ну, как бы я-то на Дальнем Востоке уже давно работаю, я вот здесь только последние 17 лет, до этого в Хабаровске, я сюда приезжал, спектакли ставил, то есть я считаю, что когда человек раскомплексован, и умеет общаться с любым человеком, то есть не любого ранга, любого возраста, и вообще попадать в любые такие ситуации, выходить из них, это тоже актерское мастерство? То есть можно прикинуться там, что-нибудь так, а, там, ну, вообще тут по ходу надо решать все. Это называется у нас в театре импровизация, то есть ты импровизируешь, ты идешь на какую-то встречу, ты же не знаешь заранее, что там будет, да? Ты идешь, и начинаешь, когда ты владеешь импровизацией, то есть ты можешь там все что угодно придумать, что-то такое тут же подхватить, и надо больше читать, смотреть и учиться. А есть какой-то такой прям традиционный способ? Штаб какой-то, да? Как выходить из сложных ситуаций? Нет, не знаю, не знаю, тут каждая ситуация, она, я иногда не могу выходить из этих ситуаций. Тут особой таблетки нету, нету, таблетки нету, но тренировки какие-то возможные, сделать какие-то ситуации, продумать, как в спектакле. Когда в спектакле играешь, ставишь там, допустим, то там разные ситуации, из них надо выкручиваться, там есть особый текст, то есть, ну, помогает еще текст, которым, допустим, ты учишь, владеешь, вот, допустим, вот у меня спектакль, отчитка «Любовь живет три года» Фредерика Бекбедера, когда я его четыре месяца проработал, то есть, у меня просто, во мне живут его фразы. И иногда какое-то такое, допустим, мы с вами разговариваем, я могу раз там фразочку там из Бекбедера, вы же не знаете, да, его досконально, а я могу сумничать. То есть, когда ты много читаешь и много смотришь, то у тебя обогащается багаж слов, ну, таких вот, запаснички такие есть, когда-то надо какую-то фразочку вытащить умную из головы, там, сказал Станиславский, сказал Чехов, сказал там еще кто-то такой, там, из режиссера. Ну, и раз ты такой, типа, удлиненький. Хорошо, давайте так, последний совет, который мы можем дать нашим телезрителям, нашим ребятам. Ну, я считаю, что человек должен заниматься всем попробовать, то есть, не обязательно там заниматься театром там или еще, но я считаю, что искусство, театр, речь, сцена, она как-то приобщает ораторское искусство. Надо пробовать, надо дерзать, надо работать, надо вообще себя кидать во все стороны. И где-нибудь вы точно найдете какую-нибудь вот хорошую такую живу для себя, которая вам понравится, и вы ее не будете называть работой. А когда не называешь работой, это любимое дело, можно заниматься круглосуточно. Всем привет. Спасибо огромное. Я Нартов Андрей Владимирович. У меня есть собственный, это очень хорошо, у меня есть собственный театр. Частный театр, маленький такой, небольшой театр-квартирник. И я занимаюсь тем, что я ставлю те спектакли, которые мне нравятся, и вообще, которые на потребу времени, и которые сейчас происходят в действительности сейчас, в данную секунду, в данный момент. И мы с моими ребятами, с такими вот, есть и молодые, есть там молодежь, мы ставим сказки, ставим всевозможные такие спектакли. Вы театром интересуетесь вообще? Ну, чуть-чуть, чуть-чуть. Ну, вообще, театр горького, молодежи ходили. Я в Мариинске. Не, ну, Мариинске, естественно. Кармен. Ну, это потрясающе, конечно, Джордж Дизе написал. А в драматический театр, в театр молодежи? Давно. Очень давно. Очень давно. У них недавно премьера была про молодую гвардию. Вам это ни о чем не говорит, да? Молодая гвардия. Ну, да. Нет, да? Ну, а так вообще в театр горького-то тоже нет? Ну, в следующее воскресенье идут. На какой спектакль? Как приходить старушку? Как пришить старушку? Ну, классом идем. А, вы классом идете? У нас учительница классная, она русская литература, и она нередко, ну, мы с ней ходим в театр что-то слушаем. Не, ну, смешной спектакль, такой детектив такой, вообще интересный. Вы знаете, что такое лаборатория, да? Ну, вот по современной драматургии. То есть собираются, допустим, берется несколько современных драматургов, очень современных, где, сейчас вот я только вот смотрел недавно, вчера, у нас есть, я сейчас перебью, есть такая Вита Костюкевич, она живет в Находке. Она современная драматургия, она пишет пьесы, очень такие замечательные, но они, как бы, такие до того правдивые, что там даже слова не выкинешь, там очень много матершинных слов. Ну, подожди секунду. Да. Есть такие, ну, сейчас вот такая современная драматургия, она вся вот икона, когда там практически мат на мати, и если вытащить оттуда матершинные все слова, то спектакль и сама пьеса теряется. Я же знаю, как вы разговариваете на улице документально там. Он преображает человек. Да. Ну, об этом можно поспорить, что он преображает, что он как. Есть нормальный такой сценический матершинный слов, когда ты... По ситуации? Да, по ситуации. И когда ты, если ты уберешь эти слова, то сам текст и то, что ты хочешь сказать, он меняется. Поставить спектакль «Рашен лалабай». Вообще, вот, если кому-то будет интересно, просто зайдите и почитайте. Это 90-е годы. 90-е годы, слава богу, вы их не помните, вы, наверное, только родились в 90-е годы. Да, ну, были здесь веселые времена. Всех стреляли, всех убивали. И делили тут каждый угол, каждый ларек. Вот тут на Арбате, здесь было очень весело. Давайте так. Это азбука глухонемых. Я взял оттуда, оттуда, по речи, всякого чехова этого, по пластике, по движениям. Да. Давайте я вам буду показывать звук, а вы будете за мной повторять. Вот руки, смотрите. Вот звук «А», блин. Места мало. Да, звук «А», вот он. Смотрите, я первый, вы второй. А! 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 О! 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 У! У! О! 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 А! 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 У! У! О! А! А! О! У! Поехали все вместе. Не торопитесь. И... А! О! У! У! О! А! 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 У! У! А! А! У! А! И есть такое, ладно. А! 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 Откройте рот! А! О! У! 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 О! А! Б! 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 Т! Т! Г! Палец поставили, правый, левый в угол. Смотрите, Б, вот звук, Б. Б! Т! Т! Г! Г! Т! Т! Б! Б! Б, ТГ, ГТБ Ну, давай. БТГ, ГТБ БТГ, ГТБ БТГ, ГТБ О, БТГ, ГТБ, БТГ, ГТБ Я задаю вам вопрос Это можно говорить БТГ, ГТБ, все что угодно А вы, давай допустим, я задаю вам вопрос БТГ, ГТБ? БТГ, ГТБ БТГ, ГТБ Нет, теперь вы меня спросите БТГ, ГТБ Нет Че ты делаешь? Стоп, БТГ, ГТБ, давайте БТГ, ГТБ Можно покруче, давайте Три-четыре БТГ, ГТБ Да Ну наедьте на меня Три-четыре и БТГ, ГТБ А теперь я давай БТГ, ГТБ Да ну вас с нами Хорошо Правой рукой закручиваем лампочку Раз Левой откручиваем Два А теперь смотрите Лалет Лалет Нет Лалет 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 А А Лалет 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 Что? Что, дыхалки? Лалет Мэри А теперь короткая Лалет 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 Есть Он это сделал Хотя у него было очень много преград И дело не в том, что технический прогресс не дошел Сейчас мы имеем возможность просто делать легче, быстрее, надежнее И все в том роде Если вам кажется, что летающий автомобиль это что-то не нашего столетия, вы так же глубоко заднуждаетесь, причем очень сильно Дроны, которыми вы управляете пультиками, это образец того, что будет через 2-3 года только для людей Соответственно, первые концепции уже были показаны 2-3 года назад на международных выставках, где Китай, Америка и даже Россия Нет технических преград для того, чтобы делать вещи, которые вы видите в фильме Никаких абсолютно А теперь кто же я на самом деле, если так можно, не определить Меня зовут Евгений Эфекс Я основатель и инженер для нас сочного конструкторского бюро, а также Центра инновационных разработок и предсезонного производства Я есть в команде, которая представлена КБ КБ это небольшой филиал для Центра разработок Его голодный офис находится в Самаре, а я здесь работаю Возможно, с кем-то из вас мне счастливится стать компаньоном Если у вас будут идеи, как что-то новое поднять в воздух, уронить, сжечь, а может быть что-то более благородное То, в чем нуждается весь мир У меня был заработок 3,7 миллиона бюро Это позволило мне за 4 года в кармане Сколотить какой-то капитал Теперь у меня на текущий момент 12 проектов Это базовые, свои личные И я беру в работу те, которые мне приносят другие люди, в том числе не из России Сейчас вот я смотрю на штуковину И думаю, что у меня ушло бы не больше полутора месяцев Это абсолютный максимум, чтобы вывезти ее Но не так, как было раньше, когда я не обладал знаниями в области производства Как взять какую-то штуковину, ее слепить и начать штамповать Тогда это было для меня что-то новое, хотя я инженер-конструктор Я понимаю, как конструктор собирать, как рассчитывать балки, как построить чертов мост Даже два огромных Но вот такую маленькую штуку нет Ну и, собственно, потом пошло поехать С каждым новым это все не получалось, но неинтересно Хотелось чего-то такого очень серьезного, амбициозного Посмотрел на крылья, понял, что это будет очень тяжело Возможно, я не доживу, но надо попробовать Потому что это то, что заставит меня с собой гордиться Ленеться я смогу родить Нужно обназаться как можно больше знаний Получение Неважно в каком виде Даже Ютуб в этом плане очень сильно поможет Если вы человек цельно-финдомный И хорошо скидываете информацию А ваше поколение оно такое? А здание в плане практических? Да не обязательно, то, что вас интересует Может, вы будете заниматься вообще какой-то фильмом Это будет приносить вам большое удовольствие Компетентные люди помогут вывести этот фильм Будьте здороваты, на фильме очень много И будьте счастливы